Здесь, как в небольшом уголке далекой Украины, плодоносит все от абрикосов до вишни, не считая яблок и груш разных сортов. У известного во всей округе садовода Железова снова появился новый сорт абрикосов. Причем окрас у него неестественный, ярко-алый. Как признается Валерий Константинович, новые сорта появляются каждый год, а именно этот взял свой окрас у далеких предков. Ну, то есть, новые сорта. И, будучи, я привез свой ролик из этого, из Испании. Ну, ничего особенного, как минимум не хуже. Ну, сортов сейчас немного, наверное, они не считаны. Многие из них здесь относятся только как еще не испытанные до конца, а всего 100-150. Вот если посчитать, где-то в этих пределах. До конца не испытанные, я их ни день не фиксирую. Сейчас многие абрикосы весят около 100 грамм, но буквально через неделю-две они прибавят еще в весе. Между тем, некоторые сорта уже созрели и радуют своих садоводов. Но больше всего удивляется рочинская слива, которая для наших краев большая диковинка. Синие продолговатые плоды больше походят своей формой на грушу. Сейчас они небольшие. Урожай этих диковинных плодов придется на сентябрь месяц. Ну, это чистоте сорта, то есть, сорт, то есть, он не перепыленный, то есть, мы размножаем прививками, а не косточками, как в некоторых научных учреждениях, где вот, ну, не будем поддаваться подробностей. То есть, вот благодаря прививке, то есть, сорт сохраняется, вот истинный свой размер. Известному садоводу Валерию Железову уже далеко за 60, и он подумывает о продолжении дела всей своей жизни. Многие родственники его поддержали, но больше всего собственный сын, который с детства впитывал азы садового мастерства. Ну, во-первых, я с детства этим увлекаюсь, то есть, благодаря своему отцу я, в принципе, начал заниматься садоводством. Должно, в мере, как бы, интерес особого не проявлял, и потом что-то со мной произошло, я вернулся из Красноярска, вот ради этого дела, то есть. Сергей признается, что больше всего ему нравится выращивать груши. Он и нас познакомил со своей любимицей. Ну, вот, к сожалению, еще рано, то есть, она созревает к концу августа, начало сентября, то есть, это груша таврическая, родом с Украины, она очень вкусная, очень сладкая, то есть, несмотря на влияние дикого подвоя, то есть, она сохраняет все свои вкусовые качества. Вот, это мой любимый сорт груш на данный момент. Ну, будем испытывать, то есть, новые сорта там, и будут под 500 грамм, как обещали, не знаю, проверим, то есть. Как оказалось, вырастить такие плоды довольно просто. Главное, знать как и проявлять трудолюбие. Оказывается, специализированная литература не дает ответы на многие вопросы. И чтобы научиться быть довольно успешным садоводом, можно просто приехать к Железовым на Красный хутор. Они любезно поделятся своими секретами мастерства и дадут нужные рекомендации. Первый шаг – это ехать сюда и учиться, потому что по книгам, по вот этой бульварной, я называю, литературе, которые называются садоводческие журналы, дачные журналы, газеты, вырастить невозможно. Для этого нужно вначале учиться. Здесь проходят семинары. На эти семинары приезжают, смотрите, Саратов, Вологда, Пермь, Москва, Урал, ну и наши ближние города. Канск, Качинск, там, это самое, Омск, Томск, Красноярск. Местных никого, хотя объявления в семинаре бывают. Местные все имеют сами. Несмотря на такой большой сад, фрукты с него не продаются. Все уходит гостям из разных регионов России. Ведь несколько раз в год здесь проходят научно-практические конференции, на которых известные садоводы Саян делятся своими открытиями и продвигают свое увлечение далеко за пределы нашей страны. Воронежская, она обычно висит бросьбами. Сейчас немного угощу, а обычно вот такими бросьбами. Знаете, нереально. Это не экскурсия по ботаническому саду, это учебный семинар у известного селекционера Валерия Железова, на который собрались пермики, амичи, алтайцы, красноярцы, а также поклонники плодовых деревьев из Междуреченска, Осинников и Тюмени. Алексей Верхутин из Москвы всегда мечтал о большом фруктовом саде. Начал искать, где найти хорошие, негенетически мутированные саженцы. Настоящее, то, что будет расти, и расти, не требуя такого ухода, знаете, укрывать зимой, а вот что интегрированная природа, что выживает, что сильная, что дает хорошие плоды. Поэтому, ну, через там разных людей узнали о Железове, потому что он здесь в Сибири, где мало что вроде растет, а здесь растут абрикосы, черешня, слива, вишни и так далее. Поэтому приехали. Кажется, приехали сады для того, чтобы знания получить и саженцы провести настоящие. Вот две цели. Владимир Горнаулов – селекционер со стажем. В родном Междуреченске он выращивает около 70 сортов винограда, а также фруктовые деревья. Его цель – участие в семинаре – перенять опыт коллеги Железова. Ну, дают семинары, во-первых, тут новый совершенно подход к садоводству, к воспитанию, к выращиванию. Ну, новый, не то, что традиционно. Традиционно, можно, книги прочитал, кстати, которые сто лет из одной, как Мичурин начал, так, все это переписывается. Нового ничего там не производится. Ну, Железов занимается же он, это самое, много чего знает и нетрадиционно. Испытает тоже, испытает. Вот чем интересно с ним общаться-то, я говорю, потому что он не инертный человек. Он ищет новые пути какие-то, нетрадиционные. Поэтому на семинаре, и тем более он уже доходчиво рассказывает, не как вот научный этот работник. Деревья, как люди со своими болезнями и иммунитетом, говорит Валерий Железов. Как вырастить, привить, прорастить, как сажать фруктовые деревья, чтобы не болели. Опытом Валерий Железов делится с новичками очень щедро. Всего, если брать среднеземную температуру, вот этот район, всего на один градус теплее, чем Красноярск и Новосибирск. Один градус, это много, спору нет. Один градус, это все-таки, а с другой стороны, это всего лишь один градус. Получается, фактически везде можно всю эту роскошь вырастить. Вы не видели этих 50 абрикосов, от 5 до 15 ведер. Помимо знаний, участники семинара смогли увезти с собой с Саяногорской земли саженцы и косточки сортовых шедевров от мэтра российского садоводства.